Девушки отдыхают Уже рисуют храмы в стиле аниме, чудовищ в стиле аниме и маленьких девочек в стиле аниме. Вот первая из них – Они Блейд. Они смотрят на вас своими широко раскрытыми глазами отовсюду. Со страниц журналов, с мониторов компьютеров, экранов кинотеатров. Они повсюду. Но не бойтесь, это не вторжение мутантов. Это вторжение аниме. В Японии, где зародилось это явление, сегодня аниме-комиксы «Манго» представляют собой книжки из 180 и более страниц. От американских комиксов такая увесистая манга отличается не только объемом, но и характерным черно-белым стилем изображения. Их читает каждый японец от мала до велика. Но не каждый знает, что началась история аниме почти тысячу лет назад. Японские картинки, как вид искусства, появились еще в 12 веке. Тогда буддийский монах Какую нарисовал первый комикс под названием «Веселые картинки из жизни животных». Потом известные своей изобретательностью японцы долго экспериментировали, пока не придумали, как сделать из комиксов анимацию. Анимация в Японии появилась достаточно давно. То есть первые фильмы – это 1917 год, были фильмы 1920. То есть уже появились какие-то первые мультики. Но, естественно, это были совершенно примитивнейшие вещи. Первые анимационные фильмы так и назывались – «Манго Эйго», что означает «кино-комиксы». Термин аниме появился с приходом в эту индустрию Тедзуки Осаму. Он, во-первых, поднял на очень высокий уровень рисования комиксов. И он стал первым, кто запустил на телевидении телесериалы анимационные. Это было в 60-х годах. Его и считают родоначальником аниме. Но что же это такое? Аниме все-таки есть такой стереотип, что это скорее такие эксплуативные мультики про, значит, кровищи, сиськи и, в общем, драки и там инопланетных монстров, насилующих японские школьники с коротких юбочков. Аниме – это анимация, которую снимают японцы для японцев. Часто называют аниме жанром. Это не жанр, это большая-большая-большая совокупность жанра. Действительно, сегодня в Японии существует огромное разнообразие сюжетов аниме. К ним относятся Махоси Цзё – аниме для девочек про героиню-волшебницу. Сентай – аниме для мальчиков про небольшую группу героев, которые сражаются со злом. К жанру Сентай относятся и аниме про огромных боевых роботов, дубащищах друг друга. Спа-кон – особый жанр аниме, где героями становятся юные спортсмены, которые после долгих испытаний добиваются успеха не только в карьере, но и личной жизни. Ну и, конечно, фэнтези уже давно стал неотъемлемой частью аниме. Но вот самым популярным в России, да и в мире, стал жанр хентай – анимационная порнография. Действительно, чего смотреть на роботов, когда есть мило нарисованные большеглазые красотки, у которых на уме только одно – и явно не роботы. Один из признаков аниме – это, наверное, визуальная какая-то изобретательность и необычность. Аниме очень популярно во всем мире, в том числе и в России. Фанаты жадно смотрят любые мультфильмы, сделанные в Японии. Появился даже специальный термин – «отоку», которым называют людей с патологической зависимостью от аниме. И дело здесь не только и не столько в хентаях. Аниме – это не только какой-то броский визуальный ряд. Это еще и сюжеты, которые интересны, собственно, молодому поколению. И сейчас японцы, конечно, они продолжают снимать для себя, но с оглядкой на весь остальной мир. Поэтому и в Америке, и в Европе аниме, естественно, очень популярно. Ну, просто потому, что до этого никто не пытался снимать на широкую ногу анимацию для подростков. Аниме отличается не слишком примитивным сюжетом. Это не похождение зайчиков и белочек. В центре внимания – проблема подростка. Семья, дружба, первая любовь, первые разочарования. Именно то, что больше всего занимает молодых людей на пути к взрослой жизни. Из-за того, что многие люди особенно не вдумывались в смысл аниме, возникли стереотипы о том, что японская анимация – это всего лишь мультфильмы, где у всех героев огромные глаза и разноцветные волосы. Кто-то говорит, что это японцы комплексуют насчет, значит, своих раскосых глаз, что вот поэтому они такие большие глаза везде рисуют. На самом деле, большие глаза у персонажей аниме есть не что иное, как признак открытости и искренности. Недаром говорят, что глаза – зеркало души. Ведь когда видишь чью-то ухмылку и прищуренные глазки, сразу возникает ощущение, что вас пытаются обмануть. Поэтому рисование больших глаз – на самом деле тонкий психологический трюк, чтобы придать персонажам больше правдоподобия, а не наоборот. Ведь для японцев не столько важна внешность, сколько душа. С волосами дело обстоит проще. Поскольку в первых мультфильмах за основу брались черно-белые комиксы манго, то персонажей приходилось раскрашивать, не имея под рукой никакого образца. Вот их и раскрашивали, как фишка ляжет. Ну, то есть, как попало. Так с тех пор и повелось. Зато новую страницу в истории аниме открыли компьютеры. С появлением компьютерной графики возможности аниматоров, естественно, возросли. Появились первые 3D-анимы. И, конечно, игры в стиле аниме. Упомянем лишь серию ролевых игр Final Fantasy, которая насчитывает уже 13 частей, и по мотивам которой снят уже не один анимационный фильм. Да-да, именно фильм, в котором все декорации и персонажи нарисованы на компьютере и при этом выдержаны в стиле аниме. Можно сказать, что именно Final Fantasy показало, что аниме ничем не хуже других искусств, если не лучше. В 70-х, 80-х у нас японские фильмы практически анимационные не доходили до советского проката, потому что, ну, Япония была капиталистической страной, а анимация была эксплуативная, считалось, что это такие нехорошие капиталистические, значит, какие-то проявления. Зато позже, в 90-е годы прошлого века, когда аниме все же пришло в Россию, оно сразу же завоевало бешеный популярность. Ну кто не бегал с уроков, чтобы посмотреть очередную серию про Макрона 1 или про Сейлор Мун? Как вспомню ее розовую попку. Но не будем об этом, ведь у нас впереди рассказ о первой созданной в России аниме игре. Нужно ли после этого еще доказывать, что аниме покорило Россию? Лару Крофт собираются отправить на покой. Кто? Разработчики игры, а другой соблазнительной охотницы за сокровищами по имени Ани Блейд. Удастся им это или нет, пока не ясно, но вот что уже точно удается создателям игры, так это снискать лавры первых разработчиков в России, создавших аниме-игру. Легенды существуют даже в мире аниме. Одна из таких легенд — легенда о борьбе божеств. В незапамятные времена жили двое братьев, настолько сильных и мудрых, что их почитали почти как богов. Когда они повзрослели, один из братьев выбрал себе тьму, а другой — свет. Но пока эти братья жили вместе, это угрожало всему миру катастрофами. Тогда светлый брат изготовил два артефакта, чтобы каждый заключил в них свою магическую силу. Сделав это, братья перестали угрожать миру своей силой. Но чтобы сила не вырывалась наружу, они остались ее охранять. Поскольку они заключили силу, свои божественные силы в эти артефакты, темная сила заключена в артефакте, который охраняет светлый, а светлый — в артефакте, который охраняет темный. И они не могут покинуть, соответственно, этих мест, где они охраняют артефакты. Но такие артефакты — лакомый кусочек для охотников за магией. Таких, например, как красотка Они Блейд, главная героиня одноименной игры. Они по-японски означают демон. Ну а Блейд в переводе с английского — ничто иное, как лезвие. То есть в современной России ее звали бы как-то вроде Ацкосабелька. Но поскольку действие разворачивается в мире аниме, то имя такое, какое Аматерасу Амиками послала. Большой ее интерес — это магия. Она стремится стать крутым, сильным магом. Для этого она ищет разные сокровища, которых можно почерпнуть силу. Ну а если оказывается, что силы уже давно иссякла, то она всегда может их продать выгодным и, соответственно, обеспечить себе жизнь. Вот у нас Они Блейд является такой охотницей за сокровищами. А сразу возникают мысли, что вот Том Рейдер, например. Но Том Рейдер, ну же, сами подумайте, он уже довольно старенький. А если смотреть по игровой индустрии, то он вообще пенсионерка. Пора на пенсию. И вот у нее не такие хорошие формы, как у нас. Вау! Классная героиня — блондинка. У нее три длинные косы, что, в общем, довольно необычно. Но для Аниме нормальные не такое бывает. Она немножко такая стерва, потому что все-таки всю кашу в игре заварила именно она из-за того, что вот хотела увеличить свою магическую силу. Не знаю, чем-то сзади, может быть, она напоминает Памелу Андерса. Вот. Тоже, кстати, блондинка. Наша главная героиня довольно откровенно одета. Некоторые упрекают нас, что вот почему она такая вот подноженная, все-таки не кентай. Кроме того, что главная героиня красавица неписанная, так еще у нее в руках две забавные игрушки. Вот эта устрашающая помесь на гана и тесака называется ганблейд. И даже когда-то существовала на самом деле. В средние века огнестрельное оружие было еще очень несовершенно. Перезаряжать его нужно было долго. Поэтому, если с огнестрельной частью вышло что-то не то, то живого врага всегда можно было дорезать. И несомненно, что такое оружие они блэд очень пригодится. На пути к могуществу древних ей предстоит сразиться с огромным количеством монстров. Игра начинается с того, что героиня приходит в очередные руины, в которых якобы находится какой-то могучий магический артефакт, в котором как раз какое-то существо, бог или какое-то младшее существо, когда-то поместил свою силу. Как и в любом экшене, дальнейшее становится делом техники и известной ловкости рук. Легко догадаться, что просто так артефакты вам не отдадут. За них придется хорошенько попотеть. В каждой локации, которая, надо сказать, нарисована очень красиво, предстоит победить массу противников, прежде чем удастся получить доступ к артефакту. Бывают моменты, когда просто необходим и нет выхода. Она врывается в толпу монстров абсолютно разноплановых и уничтожает их направо и налево. Главное не забывать, что наверху полоска жизни идет. В таких случаях ганблейды используются по всем назначениям. Ну а если бешеной стрельбы и виртуозного шинкования вам покажется мало, не беда. Магия Аниблейд, если вы ее, конечно, купите, воздает врагам направо и налево, причем по многу и надолго. И хотя использование магии требует специального ресурса, ярости, пополнить ее не составляет труда. Ведь ярость главная героиня высасывает из невинно, хотя почему невинно, очень даже винно убиянных монстров. Когда убиваем врагов, из врагов души вылетают такие очень эффектные, красивые, и главная героиня наша упивается буквально душами мертвых. А какие трюки выделывает при этом Аниблейд? Такие не приснятся даже гимнасту в страшном сне. Зато для Аними вполне обычное дело – и к небесам полетать, и в воздухе зависнуть, и ножами повертеть со скоростью центрифуги. Если серьезно человек будет рассматривать боевку нашей главной героини, то он, наверное, скажет, что она позер, то есть работает на камеру. Ну а как иначе, если у главной героини, у Аниблейд, такие восхитительные формы, когда приятнее смотреть на это? Радуйтесь, ликуйте. Больше не надо завидовать Сейлор Мун. Если в душе вы всегда мечтали побывать розовопопой, нарисованной красавицей, ваша мечта сбылась. Ведь теперь можно не только смотреть раскрытыми глазами на кульбиты Сейлор Мун, но и самостоятельно сделать не хуже. Скучать в игре Аниблейд вам будет просто некогда. Каждое мгновение игрового процесса насыщено действием. Бег, прыжок, огонь из ганблейдов, магии, уворот и так далее. Вообще Аниблейд является настоящим подарком для поклонников не только аниме, но и игр в жанре экшен, потому что, по сути, подобных игр нет на PC. Аниблейд является еще умным экшеном с элементами тактики, когда ты должен не только сражаться с врагами, но и понимать, думать головой, что это за враг, что он умеет изучать его тактику, потому что недостаточно просто подбежать и махать клинками, либо бросить какой-то фейербол в него. И хотя сама игра пока находится в разработке, она уже успела завоевать сердца многих геймеров. Похоже, и в России люди уже не мыслят жизни без Махосе Дзю и анимешных единоборств. Для нас стал неожиданностью тот факт, что, анонсировав Аниблейд, мы получили довольно большой резонанс в прессе среди игроков, очень хорошей популярности. Ощущалось, что игроки этого ждали и очень хотели. И еще бы не понравилось, еще одна розовопопая красавица, новая мечта и надежда юности. Не знаю, как вас, но меня сейчас прелести героини мало волнуют. Куда больше меня заботит ее умение драться и надирать те самые, ну, вы понимаете, врагов. И вообще, можно ли сравнить реальный поединок с виртуальным? И как гласит древняя японская мудрость, «Оши нахин тюмана!» Кровь чудовища падает с лезвия, Алое листво орошает, Распустился цветок сакуры. Как гласит этот древний японский стих, «Сейчас будет битва». Сможет ли мастер боевых искусств справиться с виртуальными противниками игры? Раунд 1. Файт! Игра «Они Блейд» Первый уровень «Храм Солнца». Картинка интересная. Отвратительно все. У меня ничего не получается. Скорпионы очень низкие. Я вообще не вижу, попадаю ли по ним или нет. Я злая. Много всяких пакостей. Очень много. Графика шикарная, но не успела насладиться, потому что всех приходится мочить. Просто жутко, жутко мочу. Движения интересные, но в жизни практически неприменимые. Очень высоко прыгать невозможно. На тренировке, конечно, на мой взгляд, гораздо было все проще для меня. Удары совершенно простые, эффективные. Противник побеждает буквально из связки в 2-3 удара. Ах, приятно, она все-таки вещи делает. Вот эти вот экстрасильные какие-то удары. Но чем больше я бью, тем сильнее я становлюсь. Ну что, еще один респект к мечам. Даже какие-то клинки. Вообще в жизни такие вещи очень тяжелые сами по себе. Хочется пройти уровень, и он комплит. Разработчики игры постарались сделать так, что наш герой отзывчив очень. То есть клавиатурой хорошо управляется, мышкой очень слушается. Но, безусловно, для хорошей игры, для прохождения всех уровней, да, необходима практика. Девчонка мне понравилась, что у нее не злое выражение лица, как обычно, почему-то через фильмы очень много идет. Слевается вот этот вот злозик в бойце. Тут у нас героиня абсолютно такой, какой-то свелопозитивный человечек, который вот бегает и вынужден сражаться с этой всякой грязью, какими-то темными сторонами. Стиль у нее называется «Машу без разбора». Слушайте, привидения с серпами носятся. Заморозка. Кстати, очень эффективное оружие. И в воздухе даже замораживает. Уровень «Великий разлом». Остановимся, смотримся. Красиво. Убежим. Бежим далее. Горазлом даже не добежали уже привидения всякие. Страшные монстры. Кстати, с такими волосами драться практически, наверное, невозможно с такой длиной. Потому что один поворот. Твои волосы в руках у противника и тебе не очень хорошо. Безусловно, заряжаешься. Безусловно, хочется все сделать, всех разгромить. Вот эта энергетика, этот адреналин, который идет. Конечно, хочется все сделать красиво, все сделать, как и в игрушке. Это можно сделать красиво, прекрасно. Везде кости, крови. Но злости при этом. Благодаря, наверное, этой игрушке, то, что грамотно ее делаю, я не испытываю. Это хорошо. На тренировках, безусловно, тоже энергетика, тоже. Ну, на тренировках тут все, конечно, почти получается. На тренировках всегда что-нибудь да не получается. Еще немного практики, да, еще немножко поиграть в нее. И из нее такой бояться, из этой девочки получится. Ну, мамродно. Какие-то приемы очень хотелось применить в игре, потому что, ну, мечами низких соперников, да, каких-то там крабики или просто какие-то паучки, их просто неудобно сбивать, потому что когда ты наклоняешься, ты просто подставляешься весь со спины. Иногда хотелось просто встать за стул и помахать так чем-нибудь. Безусловно, Они Блейд мне понравился. Понравился с той точки зрения, что еще очень много нераскрытых возможностей у меня есть для игрока, для героя, как развиваться, куда развиваться. И, поиграв эту игру, хочется прийти в зал и какие-то движения отработать. Вот какие-то свои мысли возникают, да, какой-то образ выстраивается, вот хочется это проделать. Наверное, это хорошо, потому что это все-таки зарождающая игра, да, что-то она дает какое-то начало и развитие. Вот такая взаимосвязь. Долго японская дева крутила катаной и попой. В Halo 3 Они Блейд не возьмут. Вы не поняли, что это значит? Это значит, что уже на следующей неделе вас ждет мастер-чиф в игре Halo 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова